Если вы когда-нибудь смотрели экранизацию романа Охота за Красным Октябрем, вы, вероятно, знакомы с поистине огромными атомными подводными лодками России класса Тайфун. Эти гигантские АПЛ времен Холодной войны до сих пор остаются крупнейшими из когда-либо построенных субмарин в мире и являются более страшными морскими монстрами, чем вы себе представляете, пишет американский журнал Popular Mechanics. Тайфуны – настоящие левиафаны. Чтобы оценить, насколько они большие, достаточно упомянуть, что эти подлодки в более чем 1,5 раза длиннее стандартного футбольного поля и в три раза выше среднего американского дома. В 1970-х годах СССР приступил к реализации новой программы создания ядерного оружия. Тяжелые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 Акула по кодификации НАТО. Тайфун, водоизмещением более 23 тысяч тонн, должны были вместить в себя 20 баллистических ракет Р-39, РЗМ-52. Было построено 6 таких АПЛ. По состоянию на 2020 год, в строю оставался один ТК-208 Дмитрий Донской, спущен на воду в 1980 году, еще две АПЛ, ТК-17 и ТК-20 ожидали утилизации. Размеры тайфунов позволили уйти от спартанской обстановки и значительно улучшить условия пребывания подводников. Инженеры КБ Рубин оборудовали АПЛ даже солярием, бассейном и сауной. Тайфуны всего на несколько метров длиннее Огайо, но они значительно шире и выше, а выглядит так грозно, потому что их Рубка находится за ракетными шахтами, а не перед ними. Вымышленный Красный Октябрь должен был быть еще более мощный АПЛ, вмещающий 26 баллистических ракет, общей ядерной огневой мощью 52 тысячи килотонн, на Хиросиму сбросили бомбу 16 килотонн. Опыт эксплуатации тайфунов позволила россиянам разработать новые подлодки проекта 955 Борей четвертого поколения, вооруженных 16 Брпул-Р-30 Булава. Каждая АПЛ получила мощность 7 тысяч 200 килотонн, но ракеты стали намного точнее и меньше. Новейшие подлодки получились более компактными, и ВМФ РФ планирует обзавестись не менее 8 единицами для Северного и Тихоокеанского флотов. Нужно отметить, что тайфуны были созданы еще до появления компьютеров и твердотопливных ракет, поэтому они были очень большими. Вероятно, в мире больше никогда не появится подобный АПЛ, хотя зная Россию, никогда не стоит говорить никогда, подытожила СМИ из США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова